Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. Я продолжаю рассказывать о наших щенках, которым 26 февраля исполнилось ровно три недели. Планирую размещать видео о щенках три раза в неделю. Мои выпуски теперь будут выходить в новом формате. В них я буду меньше говорить, дабы не раздражать уважаемых экспертов породы шпиц, которые почему-то пристально следят за моим каналом. Уж лучше я буду больше и чаще показывать наших щенков. Пару дней назад мы поставили вольер, чтобы увеличить площадь для наших карапузят. Коробка им стала мала. На прошлой неделе щенки открыли глаза и только к концу третьей недели стали хорошо видеть. Сестренки интересуются друг другом и всем вокруг. На двадцатый день щенки впервые поиграли вместе. Вот так это было. Субтитры сделал DimaTorzok Малышки начали реагировать на громкие звуки, но мы не стараемся, как оградить щенков от бытовых шумов. Пусть привыкают. Непоседы не сидят на месте, впрочем, как и все щенки. Они ползают, кряхтят, пищат. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Нагулявшись, дочурки с нашей помощью перемещаются в вольер. Там они тоже ползают, кряхтят, пищат, а затем успокаиваются и засыпают. И так несколько раз в день. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Интервал между кормлениями составляет 3 часа, иногда чуть больше, если щенки крепко спят. Оливия сильно часто посещает своих дочек, из-за этого щенки не высыпаются и капризничают. Капризы дочек Оливию не устраивают, мамаша поспешно покидает своих пескунов, а ликвидировать последствия бунта приходится нам, поэтому мы лимитировали общение Оливии с щенками. Сестренки очень похожи друг на друга, вы сможете их отличить? Мы нет. Старшая сестренка чуть тяжелее младше и у нее на шее нить. Кстати, взвешивание на этой неделе показало, что старшая девочка весит 464 грамма, младшая 437 грамма. 27 февраля я провела первую дегематизацию щенков, каждой девочке дала по четвертинке таблетки Мильби Макса для щенков и мелких собак. Следующую дегематизацию проведу ровно через 2 недели. Такой была неделя. Обо всем, что осталось за кадром, читайте на нашем сайте шпит42.ру. Подписывайтесь на нас в соцсетях, все ссылки в описании. Надеюсь видео вам понравилось, если это так, то ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Впереди еще много интересного. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока.